Позволяет ли тебе зарплата? Мы просто деньги копим, и проблем вообще не было. Друзья, вот ваш миф разбит, потому что вы нам часто писали в комментариях. Все, при том, остаются деньги. Всем привет, меня зовут Антон, и я являюсь представителем компании iCharland Group в Варшаве. К нам пришел Артур. Артур, привет. Как твои дела? Да, хорошо, у вас как? Спасибо, хорошо. Друзья, Артур уже здесь, скажем так, только новичок. Приехал совсем недавно. Сколько ты здесь? Уже три месяца. Как, немножко адаптируешься? Да, уже. Ну, изначально было сложно, потому что, как только приехал, вели карантин, и дома сидели, а сейчас уже все хорошо, работаем сейчас. Карантин быстро прошел? Ну, да. А визу легко открыл, когда, перед тем, как сюда ехать? Да, проблем вообще не было, можно сказать. С нашей помощью? Конечно. Все хорошо, и мы тебе хорошо помогли? Да, прям, спасибо вам огромное. Во-первых, а из какого ты города, из какой страны приехал к нам? Я из Казахстана, город Алматы. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, где ты работаешь? Я работаю на производстве LG, собираю там мелкие детали для телевизоров, и все, все мне хорошо. Не тяжело? Нет. Ну, коллектив хороший, все устраивает, мне все нравится. Ну, то есть ты уже научился, тебя обучили, и ты все, весь процесс, в принципе, работы ты уже знаешь? Да, в принципе, изначально прошел стажировку три дня или два дня, потом уже начал приступать. И все, начал получать зарплату. Коллектив хороший, есть русскоговорящие? Да, есть, конечно. То есть с этим попроще, да? Да, без проблем вообще просто. Слушай, я слышал, что такой миф есть, что в Польше на таких профессиях нет поляков. Но я неоднократно видел их, тоже, когда ездил сам на производство. Скажи, пожалуйста, может у тебя в бригаде, где ты работаешь, есть тоже поляки? Да, есть, однозначно, но смотрите, и знают русский язык они. Ну, в принципе, у нас нет такого, что как бы бореют для языков, или не знаю, там, ну, понимаем друг друга. Отлично. Друзья, вот ваш миф разбит, потому что вы нам часто писали в комментариях, что поляки работают только на высокоплачиваемых работах. На самом деле, да, поляки не сильно любят работать, они немножко ленивые. И тем самым, вот, те, кто приезжает из других стран, они могут зарабатывать больше денег, у них лучше зарплата, потому что мы более трудоспособные, мы больше работаем, мы больше тратим сил на это. Естественно, здесь этот труд оплачивается, и он хорошо оплачивается. Так что давайте все сюда. Артур, расскажи, пожалуйста, сколько ты по времени работаешь? Где ты живешь? Снимаешь ли квартиру или в хостеле? В день 8-9 часов работаю, то есть неделю получается, ну, не знаю, сколько там. Можешь не считать. В субботу, воскресенье работаешь? Ну, в принципе, можно работать, но я не выхожу, так как, ну, тоже надо отдыхать и для самого, там, для здоровья. Здорово, польский язык учишь? Да, в планах в будущем есть, конечно. Тяжелый язык? Да, нет, в принципе, можно легко научиться, если, конечно, есть желание. Хорошо, скажи, пожалуйста, снимаешь квартиру или в хостеле живешь? Изначально я жил в хостеле, но с друзьями на работе подружились, и вместе сейчас снимаем квартиру в районе Урсенова. А сколько платите? С каждого, получается, по 700 злотых, это, в общем, если посчитать, 2 800 злотых. Слушай, ну, это вообще классно, потому что для... Квартира со всеми условиями, там все есть, и, в принципе, это хорошая цена. Да, это очень хорошая цена. Для статистики я вам скажу, что вот Артур платит за человек, снимают квартиру с друзьями, а платит 750 злотых, да, еще раз? 700. 700 злотых, и в среднем даже снять комнату в Польше, это где-то 800 тысяч злотых. Но, опять же, ты не знаешь, с кем ты будешь снимать, и ты не знаешь, что за человек. А когда ты снимаешь с друзьями, это очень выгодно, это очень круто, и у Урсынов это очень хорошее расположение. Слушай, ну и расскажи немножко про свою жизнь, про свой досуг, как ты здесь проводишь время, чем занимаешься, готовишь, любишь готовить? Да, ну мы ребятами там дежурием дома, как бы сказать. А дежуриете, то есть каждый раз, каждый день кто-то новый готовит? Да, 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 тоже. Класс, а ну то есть вы особо в заведение не ходите? Ну, сейчас так как все заведения закрыты, ну, в будущем не знаю, как будет, ну, в планах есть. Но пока мы дома только готовим. Ну, с дежурством это классная тема. А посуду кто моет? Ну, посуду, посудомойка моет. А, посудомойка, ну, в общем, видите, ребята, какие крутые условия еще. И посудомойка есть. Хорошо, скажи, пожалуйста, позволяет ли тебе зарплата, ты сказал, в будущем посмотрим, сможем ли мы ходить в заведение, когда откроется. Позволяет ли тебе твоя зарплата снимать квартиру, там, хорошо одеваться, потому что ты хорошо очень выглядишь, молодец. И там еще ходить в заведение. Да, это я могу смело сказать, потому что сейчас все закрыты, и мы просто деньги копим. И когда в будущем откроют, там, я думаю... В принципе, твоя зарплата тебе позволяет здесь спокойно, хорошо жить, снимать квартиру, покупать проездной, снимать квартиру с друзьями, ходить в заведение. И, в принципе, как ты говоришь, еще выходные у тебя дома. И у меня еще, при том, остаются деньги. Здорово. Домой, получается, немножко отправлять семье? Ну, да, коплю сейчас. И в конце лета, наверное... Сейчас пока не отправляю, но в конце лета я сам отнесу. А, то есть ты планируешь потом поехать? Скажи, пожалуйста, может, у тебя какие-то планы в дальнейшей перспективе? Ты планируешь здесь работать или, как-то, я помню, ты писал нам вопрос, тебя интересовал именно о работе в Норвегии? Да, ну, есть планы оставаться тут, может, там, в соседней стране или что. Ну, посмотрим. Пока все у меня устраивает тут. Пока я планы не строю сейчас. Ну, в будущем я обдумывал, но пока не уверен. Здорово, Артур. Спасибо тебе большое. Мы очень были рады с тобой встретиться. И, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте к нам в комментарии. Мы будем с вами их разбирать. Если вас интересуют какие-то темы, мы можем отдельно записывать для вас ролики. У нас очень много желающих, которые хотят с нами записать видео, которые сюда приезжают, которых мы встречаем. И, действительно, мы помним про каждого. И пишите нам. С нашей помощью вы можете приехать не только в Польшу, но и в другие страны. И мы с радостью вам поможем. Всем пока. С вами был Антон и Артур. Всем пока, ребята.